всем привет привет конструктор для взрослых дяди ник первый дом из смарт-блока первые смарт-блоки уменьшенный вариант нет это чтоб тяжести не носить вам настройки вот можете купить уменьшенную копию вот такую и построить маленький домик для кошки можно построить ты же купил недавно домик для кошки да очень хвалился надо было смогло такой купить ну в общем по-серьезному к нам приезжает оборудование 4 мая и мы его запускаем сейчас проходят все подготовительные оставшиеся процедуры вот и собственно начинаем производство в мае я думаю что с середины мая мы уже в общем первую партию вот пока мы никому никакие продажи не открываем ничего никому сейчас никаких счетов не выставляем но как только мы получим первое изделие вот такое мы сразу же говорим что у нас все получилось и начинаем продажи но мы планируем испытать лучше ну конечно да сначала еще испытаем там обязательно так но что что ты скажешь как тебе все это слушай мне к чёт пришла такая идея дикая какая-то почему бы не печатать конструктора для взрослых вот мне кажется мужику очень интересно будет взять пакет такого штуки и построить себе дом но зимой допустим и он будет знать во первых у будет макет согласись макет это крутая штука макет будущего дома во вторых он будет знать какой его дом реально будет как он как он по размерам там по порядовке все вот это чтобы соблюдалось значит круто ну такой макет распечатать вы знаешь сколько стоит почти столько же сколько дом построить целиковый во первых времени это требует много ну пускай ладно мы поменьше сделаем вот во вторых цена набивает короче на принтер на свой китайский да не напрячься на это надо моделировать это же тоже понимаю что оконные проемы есть там их надо подрезать там так далее пусть уже не сюда просто поэтому не он так то идея хорошая интересная может придумать попробовать вот в общем оборудование к нам едет сегодня отгрузили поэтому все хорошо мы все довольны сейчас для пропарочной камеры сэндвич панели сегодня оплатили они приедут будем монтировать в общем процесс идет пока мы само производство не снимаем потому что снимать пока ничего ну там пустой цех вот собственно пока идет подготовка но как только она поступит мы вас монтируем мы обязательно приедем туда и все поснимем покажем как это все происходит выпуск собственно продукции российской продукции российского блока бетонного блока бетонных стен железобетонные стены росграмм и росблок и ru tube ну да у нас же как бы газоблок это материал откуда он пришел ну по идее наверное из германии из прибалтики там наверно первые появились где-то надо углевать гривен это интересно на самом деле этот конструктор блок смотреть чтобы понять как там перевязка осуществляется как там перехлёст и вот эти вот это все связано с тем как располагается арматура то есть вот я хорошо допустим здесь увидел то есть где будет участок за моноличный между блоками чтобы была перевязка защитные слои все как положено давайте поговорим на тему о преимуществах этого материала то есть чем он лучше чем он хуже по сравнению с классическими стеновыми материалами типа там кирпича газоблока и так далее то есть концепция этого блока в том что мы получаем прочную тонкую стену железобетонную вот и потом я утепляем необходимым нам слоем утеплителя если у нас есть газ утепляют там 100 миллиметров принципе может быть и достаточно будет там 100 120 130 если у нас электричество утепляем 200 300 миллиметров ну то есть мы сами регулируем ту тепловую эффективность нашего здания как которую нам нужно получить вот в зависимости от того какая архитектура и какой источник энергоснабжения для отопления нашего дома вот кроме того мы получаем армированную стену то есть у нее меньше требований к фундаменту то есть если какая-то будет осадка просадка дом не потрясет стены будут сохранить свою прочность не будет никаких трещин а вот то есть это очень большой плюс как для частников так и для строительных компаний поскольку поскольку это уменьшает сильно их риски по строительству кстати об этом никто не говорит вот пока печатался этот блок на принтере с нашими общими знакомыми там произошли тоже чудеса настройки вот они скинули сейчас видео дома с кирпича потрясал просят приехать разобраться ну вот вот пожалуйста вот этот дом потрясать не должен то есть он конечно может потрясать если совсем кошмар кошмар но в целом стены здесь самонесущие и за счет этого дом потрясать не должен то есть требования к фундаменту гораздо ниже соответственно надежность конструкции гораздо выше как раз этот дом что-то мне подсказывает я знаю строительную компанию это расстроен нет не так другая другая но ты тоже не знаешь ну понятно ладно потом расскажешь вот так дальше какие еще плюсы высокая теплоемкость то есть дом будет очень долго остывать долго конечно будет нагреваться но долго остывать и в случае аварии с источниками отопления то есть это позволит как комфортность более получить более комфортный температурный режим помещения есть требования к тепловой устойчивости за задание документированы да есть такое понятие как тепловая устойчивость здания соответственно вот в каркасниках она никакая например да потому что только солнце выглянуло в окно пусть посветила сразу они нагреваются это можно если к авиационной тематике переходить можно сравнить с планером вот этот вот то есть планер ну что запустили он летит даже потоки небольшие он потихонечку снижается да вот то есть высокая тепловая емкость высокая прочность нет проблем с крепежом это самый стандартный вопрос который задается заказчики а как крепить там газоблок в теплую керамику там или в пустотелый кирпич вот пожалуйста никаких вопросов бетон бетонная стена также очень важный момент что в обычной монолитной стене от если мы сделаем просто монолитный дом да то есть мы сделаем защитные слои стандартно по 20 миллиметров то у нас проблемы и со штраблением здесь проблем с штраблением нет под электрику то есть 20 миллиметров штраба она разрушает только слой вот этого не армированного блока вот и соответственно замазываем вкус никаких вопросов нет то есть арматуру мы не разрезаем при этом вот тонкая стена позволяет увеличить площадь вашего дома то есть если говорить про двухэтажный дом там площадь в среднем там 150 квадратных метров то увеличение площади при замене там газоблока например 30 на вот этот смарт-блок 20 составляет порядка 12 квадратных метров правильно 60 метров по периметру 6 квадратов ну да где-то так порядка 12 квадратных метров то есть это ваш выигрыш выигрыш в площади дома площадь дома то есть квадратный метр дома сейчас стоит не дешево поэтому если так все пересчитать фактически этот блок если приобретатель обойдется бесплатно слушаем уже можем на относя на 5 сантиметров стену построить что нам мешает но я вместо а почему а зачем я потому что при той же самой площади фундамента и крыши у нас опять будет выигрыш площади но сама вот эта стенка на 4 сантиметра вот не так теоретически можно но на 4 наверно на 5 на 4 опять давай считать 4 сколько периметр ну 600 метров в среднем только по одному этажу нет перемета 40 40 до это внутренняя стена имеют 40 давай 40 на ну 16 квадратных метра это по нынешним временам в стоимости дома это в районе 150 тысяч рублей ну да еще просто за счет выносу 16 квадрат это кладовка до который не хватает многим вот какие у нас еще преимущества ты вот так вот глядя на этот блок можешь сказать мне кажется что почему кажется потому что производство не запущен мне кажется будет хорошая геометрия до геометрию мы это геометрия то что то за что мы боремся то есть мы как раз вот почему собственно цена будет этих блоков выше чем каких-то других изделий по подобной технологии потому что для того чтобы получить качественную геометрию нужно использовать во первых хорошее оборудование хорошие матрицы и часто менять поддоны из фанеры ну и собственно сами матрицы и поэтому это все накладывает свой отпечаток на себестоимости но зато мы получаем хорошую геометрию и мы будем я их класть на клей то есть точность размеров плюс-минус я думаю будет миллиметр полтора по высоте и еще важный момент ты знаешь как мы планируем их вообще класть сделаем ванну с клеем жидким берем блок опускаем в клей и и не надо ничего намазывать мастерком то есть это ускоряет сильно производство работ вот и по стоимость но самое главное по стоимости конечно же то есть чем меньше у нас площадь и объем стены тем соответственно у нас она дешевле даже с учетом того что здесь надо будет армировать ее завалю заливать бетоном это все расценки они известны и все равно эта стена получится дешевле в итоге с утеплителем чем например стена там с газобетона по тем текущим ценам которые сейчас есть ликвидность банки очень любят железобетон ликвидность до еще такой важный момент это отсутствие продуваемости монолит залили бетоном никаких стыков ничего нет все замонолечено и полное отсутствие продуваемость в отличие от других штучных материалов где у нас швы которые периодически рабочие любят не заделывать ну как ни крути такое бывает даже вот если взять там например газобетон до классической технологии кусочек этот вот туда засунуть да вот чтобы со всех сторон клей был да невозможно это практически сделать нормально то есть а с полной отсутствия продуваемость заказчики ваши заказчики да не будут вам показывать линейку тыкать нельзя тыкнуть эту линейку потому что здесь шиппаз вот это очень важно ну и в конце концов то есть геометрия да будет хорошая то есть принципе ничем не будет уступать газобетону да ну и однозначно будет лучше чем у кирпича и у теплой керамики что у нас еще минусы минусы самый главный минус самый главный минус это то что этих блоков не купить они только у нас есть постараемся конечно обеспечить какой-то спрос вот но по крайней раз наоборот предложения до предложения до предложения на данный момент уже слишком большая очередь да да очередь уже сформировалась большая но это вот главный такой минус но да посмотрим что у нас получится с предложениями что у нас будет по спросу но сейчас сейчас уже до вас очередь очень серьезно выстраивается второй главный минус в том что если в доме из газобетона вы можете сделать его построить не утеплять вставить окна и делать внутреннюю отделку и жить даже там без фасадов без утеплителя то здесь такой фокус не пройдет то здесь надо делать фасады сразу же и до зимы то есть утеплять дом по крайней мере утеплять дом в зависимости от того конечно вы будете утеплять да не на его ничего не будет если просто оставить без окон без дверей да ему ничего не будет абсолютно но проблема в том что если вы хотите делать внутреннюю отделку например зимой то этот дом у вас не по не получится прогреть без утеплителя потому что это все-таки бетоном холодный то есть сопротивление теплопередачи очень маленький вот этот собственно главный наверно недостаток а в остальном по сушке по остаточной влажности здесь любые железобетонные конструкции то месяц месяц и все и через месяц они сухие считаются здесь можно уже чего угодно делать отсутствие усадки полное отсутствие усадки за счет чего это достигается за счет технологии вибропрессования полусухого вибропрессования то есть там ну там нечему усаживаться там только получается песок щебень мелкий и немножко немножко там вот это связано с цементом который в принципе усаживается конечно но очень слабо слабее чем газоблок однозначно там и прочие всякие арболиты и какие-то другие материалы непонятные кирпич правда вообще по мне усаживается безусадочный считается материал но зато там швов до хрена да у него же там продуваемость вообще там на по нормативам даже смотреть пока ты нет штукатурил его ужас происходит да я в последнее время тоже на самом деле вот эти про кирпичные эти технологии тоже думал думал да и какое-то понимание такое озарение приходит со временем что все-таки до продуваемость это очень важный параметр на самом деле в доме который мало кто учитывает при строительстве из таких вот материалов но это у них там нормироваться воздухопроницаемость там прям таблица есть специально да но все равно когда ты живешь герметичном доме те ниоткуда не дует ни стен ни из розеток ни из чего там да и там то есть это гораздо приятнее чем жить в дырявом доме как узнают эти коробки теплой керамики начинаешь там что-то делать одессе дырявыми на розеток вот собственно вот такая вот история вот то есть планируем все это запустить в мае все это снимем покажем вот все расскажем покажем все раздавим протестируем раздавим блоки вот и да да кстати по поводу там сертификации прочих вещей всяких важно понимать что этот блок это не является фактически таким стеновым материалом это палубочный блок поэтому он сертификации по госту собственно не требует а по даже сейчас и весна вы материал даже не требует обязательно они добровольно делать добровольно поэтому если у нас такая задача возникнет то мы конечно займемся сертификации но не знаю ну нужны ли эти бумажки современных реальных потребителей результат испытаний будет по-любому да результат испытаний конечно снимем все покажем и так далее вот но и самое интересное что есть у нас элементы такие как угловые элементы и вот угловой элемент доборные то есть мы очень хорошо получаем здесь углы то есть не надо нам ничего подрезать вот таким вот образом это складывается получается монолитная стена и углы тоже перевязываются арматуры арматура кстати много не надо здесь и восьмерка идет каждый там четвертый ряд ну углы можно каждый ряд перевязать если очень хочется вот такая тема что еще скажешь чё скажу я строю дом себе смарт-блок вот сергей хочет построить дом себе смарт-блока а мы думаем как какой дом next и на четвертый да next 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 четвертый а ну то еще думает значит уже задумался какой да мне девять четвертый больше проект просто поэтому да и на четвертый next вот но проблема заключается в том что сейчас пока мы еще проект не переделали под наезд на четвертый там нашим проблема основная перемычки вот идет они 30 сантиметров а он 20 то есть пол блока надо или резать или переделать архитектуру но кстати вот тоже из минусов нужно еще отнести сюда то что можно всю порядок разрисовывать соблюдать и но это в газоблоке то же самое в принципе зачем на что так ты будешь резать его отрезать ну можно можно да а ну ну да такой символический минус но в кирпичных стенах тоже придавка соблюдает теплой керамики придавка соблюдают ну собственно везде ее соблюдают а окна можно двигать туда-сюда но кстати в нем очень удобно двигать все эти проемы там ничего не случится вообще да замучаешься пилить только да да и армирование кстати по поводу перемычек наверно многие будут спрашивать как делать перемычки берем блок переворачиваем вот здесь вот арматура у нас идет и здесь вот выпуски но такие привязки делаем вот пожалуйста перемычка вот так несколько блоков здесь опалубку ставим опалубку на стульчике арматуры и ставим так вот блоки и пошли получилась перемычка зачем ставить опалубку если можно словно говоря я смогу сделать вот так вот здесь там несколько поставить перемычку убрать но можно это если было ниже они же по высоте не увеличиваются да 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 в принципе можно и тогда конечно удобненько опалубки не требуется на них вообще можно стоять ника вместо лесов используя это утрат тяжелый ну как тяжелые на самом сколько блоками будет листом 16 18 килограммочек считали надо взвесить ну это не тяжелее чем газобетонный блок здоровья 375 к сотка я помню мы строили дом там 100 метров из 500 блок там каменчики вот вдвоем вот так смысл какой-то никакого не можно вытонга взять эти сажим который ничего не держит ножницами на ногу упал а я не знаю такого зажима ни разу не продавали его не предлагали так ну что собственно наверно все пока все очень пока на этом вся информация ребят следите за нашим каналом за информацией о нашем новом строительном материале вот все будем выкладывать все будем подсвечивать сергей будет также я думаю участвовать принимать участие в этом процессе то всем эта тема на самом деле интересно наконец-то мы этот рынок начали хоть немножко двигать менять потому что все это однообразие унылое уже честно говоря надоело все всем пока пока